Приветствую вас, и хотелось бы в первую очередь выразить вам соболезнования и тем, что произошло. Безусловно, это ужасное событие. И самое важное, что сейчас делать, это не закрываться в себе, то есть не замыкаться в себе, быть рядом друг друга. Парадоксально, но факт, ваша дочь, она делает именно то, что сейчас является единственным, возможно, единственно верным, она плачет. Так, то, что сейчас единственное возможно, наверное, больше сейчас сделать лучше, сейчас, наверное, сделать невозможно. И ваша дочь больше сделать сейчас не может. А вам необходимо делать то же самое. Это утрата и чувство войны, борьбы, естественно, здесь вполне естественно и, я бы сказал, нормально. Вот, но важно, на мой взгляд, важно проживать это. Это вот состояние, ту боль, которую вы сейчас испытываете, не зажимать это в себе. И проживать, проживать и постепенно, постепенно, постепенно вы будете проходить дальше. Это не означает, что вам станет целым, но это означает, что вы начнете видеть что-то еще. Но, повторюсь, на это не будет какое-то время. Сейчас ситуация такова, что вряд ли вы можете думать о чем-то кроме своей боли. Это нормально. Сейчас это абсолютно нормальная история и абсолютно нормальная позиция. Поэтому я бы сказал, что вот то, что может сделать психолог, психолог, для вас это помочь вам, вашей жене и, возможно, ребенку прожить эту боль, которая у вас есть, и помочь вам двигаться дальше, помочь вам двигаться вперед. Наверное, больше сейчас, на больше сейчас рассчитывать не стоит. Вот. Вот. И большего от себя требовать, требовать не стоит, не стоит. Вот. Болой стратой может длиться достаточно, ну, достаточно много времени. Вот. Борьба. Даже не борьба, а работа. Работа с утратой может длиться длительное время. Но если этим не заниматься, вот, то травма может остаться. Остаться, она может вас продолжать травмировать, может продолжать влиять на вас достаточно длительное количество времени. Вот. Равно как и работа с чувством вины и само чувство вины тоже может быть. Такая же самая история. Что касается, ну, вот, о чем вы говорите, то здесь, вероятно, можно обратиться к тем религиозным аспектам, которые вам близки. Вот. И постараться, ну, опираясь на них, постараться уже что-то, как-то это осмыслить. Вот. Понятно, что на это требуется время. Вот. Ну. Я думаю, что можно поговорить с человеком. Вот. Вот. Можно представить его. Я думаю, что вы узнаете, как он к вам относился, узнаете его отношение к вам. И мне кажется, что здесь все достаточно очевидно в том смысле, что это несчастный случай. Вот. То, что случилось, такая вот, очень жестокая случайность, которая может случиться с каждым из нас. Вот. Очень важно сейчас работать с тем вот кредитным, в общем, состоянием. то есть имеет смысл обратиться, может быть, к соответствующим специалистам или онлайн. Вот. Но это тоже зависит от вас, как вам будет удобно. На мой взгляд, могут быть достаточно разные варианты. Достаточно разные варианты, много вариантов. Вот. И это варианты. Ничем не хуже друг другу. То есть они, скорее, знаете, как они, скорее, дополняют друг друга, нежели чем. Время включает. Вот. 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 Пожалуй, то, что я бы хотел сказать вам сейчас. Ну вот. Пожалуй. Именно вот. с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. И любое, абсолютно любое проявление эмоций, любое проявление отчет, которое у вас может возникать, крайне важно размещать, крайне важно об этом говорить, крайне важно, крайне важно это стараться выразить вот, потому что, на мой взгляд, без этого у вас не получится это плачет, естественно абсолютно нормально, что вы не знаете, куда вам податься сейчас и в целом численно сюда достаточно, вот, ну как бы, эм, покинули, вот, это нормально, но у меня можно позволить себе быть таким, каким вы себя чувствовать, мне кажется, это очень важный момент, если мы хотим вам помочь. Вот, а что касается девушки, которая вам звонит, вот, то, на мой взгляд, эм, безусловно ей нужно отказать, вот, ну, может быть только, эм, может быть только когда вы будете к этому готовы, вот, так вот, ну, условно говоря, э, пока сейчас вы готовы, то, наверное, э, говорить, наверное, там, вот, то есть понятно, что, э, вы, ну, вы будете, э, ну, в целом у вас есть. Продолжение вашего сына, это беременная девушка, э, это ее ребенок, ваш внук, вот, и ваш сын будет жить, внук. Это, это, э, э, ну, может быть, э, сейчас, э, вам кажется, э, пустым, но, э, мне кажется, что, э, мне так, по крайней мере, видеть, что, чем быстрее вы, э, вот, к этому, к этому моменту, э, придете, тем, 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 в принципе, будет лучше. Ну, опять же, когда, э, э, вы будете готовы к этому, то как-то, э, ну, как-то заставлять, да, не нужно, э, как-то, себя, э, мучить и так далее. То есть понятно, что, если у вас нет ресурса, то я не могу вот просто позволить себе быть, э, быть, э, быть, плакать, вот, позволить себе проживать эмоции, проживать свои чувства, вот, и, э, так вы сможете, э, ну, продвигаться, э, продвигаться в том, что с вами сейчас произошло. То есть не пытайтесь, не пытайтесь, э, загонять это в глупость, не пытайтесь, не пытайтесь это подравлять. Вот, э, вот, наверное, наверное, основное, что хотелось бы вам сказать, э, сейчас, э, вот, с точки зрения моей, вот, э, надеюсь, это вам было, э, болезно, э, вот, э, не оставайтесь одни, то есть вы чувствуете, э, что, э, не можете, э, справиться, что вы чувствуете, что вы вправляетесь, вот, обращайтесь за помощью, потому что, э, э, последствия могут быть, ну, достаточно тяжелыми, вот, и это не время и не место, для, э, э, ну, скажем так, для, э, 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 для героизма. Вот, естественно. Героизм, э, ну, на мой взгляд, ускорота здесь не то, на что можно и нужно делать акцент здесь, ну, просто потому, что никому лучше от этого не будет, вот. Э, э, я желаю вам всего самого доброго, вот, желаю вам гармонии, вот, и, э, э, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok